Скажу вам сегодня, макровастенько, холодно, погодка не ахти, не знаю, как мы сейчас будем ходить по магазинам. Масима ждёт хозяина гостиницы. Это не гостиница, это, как говорится, агритуризм или БМБ, не знаю точно. Это его знакомый нам вчера предложила переночевать у него. Скажу, не очень. Кровать внутри была снизу на пружинах, знаете, старого варианта. А сверху лежит новый матрас и всё равно жиренье отраска. И холодно, очень холодно, очень холодно. Как видите, погодка сегодня не ахти, идёт дождик мелкий, немножко со снегом срывается. Но нас не остановить, мы в пути. Мы приехали в Outlet, называется Space. Первый раз мы здесь, нам подсказали, здесь расположена Прада. Конечно, без 100 грамм и без знания дорог вы здесь не разберётесь. Если бы нам не подсказали, мы бы, конечно, здесь ничего не нашли. Это, получается, между посёлками, не доезжая. А Outlet – The Mall. Ну, ещё до Outlet – минут двадцать. The Mall. Пушечки дождь. Масима говорит, закрыть, закрыть. Я говорю, да смотри, люди заходят. Правда, две калеки, оно всё равно. Вот. Такое здесь Прада. Здесь только Прада. Такая сумка. Такая сумка. Смотрите, какая красивая. Смотрите, какая красивая. Да, Масима, пьяча. Ты на пьяча? Да. Красивые такие. Ну, большой вообще. Смотрите, какие классные Прада. Сколько они стоят? 1100 и ещё 20% на нескидку, а классные вообще. Уже здесь есть отдел Miu Miu. Вот такая сумочка прикольная. Она стоит 960 минус 20 процентов. Я хочу повториться, я не фанат. Ни Miu Miu, ни Prada. Это не мои немножечко марки. Я не очень люблю такое. Ну вот красивое платье очень. Она стоит 1400 минус 20 процентов. Очень красивая. А это, я не пойму, какая-то комбинажка Prada Miu Miu. 870 минус 20. Такие Prada стоят 340. К сожалению, на них нет наклейки. Мне понравился этот аутлет. Тут только Prada Miu Miu. Очень понравились ботинки коричневые, но мы сейчас поедем в аутлет в тот. Если там ничего не будет, может быть, я вернусь за этими ботинками. Не уверена, правда, но красные. Мы уже подъезжаем. Посмотрим, что здесь будет интересным. Очень надеюсь, что что-то найду. По-моему, мы уже приехали, потому что мы видим Босс, Монклер. И идем дальше. И так мы в цели. Припарковались возле Gucci. И, кстати, в Gucci большая очередь. The Mall. Тут есть также Michael Kors, Nike. Так. Ну, только в Gucci очередь. В Givenchy я не вижу, в Solaran я не вижу. Это мужские. И единственный номер тридцать девятый. Так. Стоит двести евро. Стоит двести евро. Тепя чи? Да. Какое такое стоит? Да. 200 евро. Очки. Двести евро стоит. Белло. Версачи, Филипп Лейн, Этроу, Александр Маквин и Селин, идем сначала в Версачи. Мы вышли из магазина, к сожалению, здесь нельзя снимать, везде написано, но, правда, я пытаюсь, очень маленький выбор, очень маленький выбор товара, по крайней мере, мы в Маквине вообще 2-3 вида, в Селин вообще вещи есть красивые, но обуви очень мало, сумок очень мало, в Гуччи я хотела, конечно, сук в Гуччи, но, такой кафе-ресторан, вы берете и оплачиваете, вот там, кушаете, вот там касса, сейчас посмотрим, что здесь есть, Пицца Семьдесят евро, шесть евро Слушай, она не ванна, на десять, а вы ке? Пять или вверх, грачи Взяли, я два салата, Масима картошку, пиццу, мне дали хлеб, воду и сладкое, заплатили за все 30 евро Слушай, масимасадисмайо Слушай, ну? Причем так варанта, 340 190 евро такая футбук стоит А штаны штаны 169 Сстелла, только в твои спарта, Валентина Ты уже рад, ты уже с покупкой. Он уже купил. Я говорю, носки это больше, чем достаточно. Осталось же мне только купить сумку из Saint Laurent и ботинки Gucci. И мне не удался. Мой муж говорит, что еще не пришла зарплата, мы ее уже потратили, купили сапоги мне Gucci, ботинки, которые я показала, и сумку, но сумку покажу дома, сумка такая хозяйственная, так веселучая. Давайте сделаем обзор покупок. Всего их две, на самом деле, и обе мои. Я не знаю, я ехала непосредственно в магазин Gucci, но еще Prado посмотрела. Я, конечно, хотела себе сумку из Saint Laurent или Givenchy, что-то в этом роде, но ничего не было. Аутлет, повторюсь, был слабенький. Сейчас все расскажу. Театлет хоть и брендовый, но, тем не менее, выбор был небольшой. Не знаю, может, бы так попали, может, уже все раскупили. Я не знаю, может, там есть какие-то определенные дни, может, там не работает так, как везде, если скидки два раза в год. Может, там просто постоянно скидки, постоянно что-то завозят, привозят, покупают в Gucci. Вы видели, какая очередь людей была. Очень много снимать нельзя. Везде написано. Тем не менее, я, что смогла, то сняла, мы показала. Мне хотелось какую-то сумку Givenchy или вообще и в Saint Laurent, в лучшем случае. Но ничего не было. Выбор маленький был, повторюсь. Я купила то, что купила. Давайте начнем. Начну вот с этого пакета. Уменьшу. Вот так. Здесь обувь. Как видите, на таких пакетах обычно, если есть коробка, выдают пакеты у фермы The Mouth, то есть этого аутлета. Это ботинки. Вы уже видели их на видео. Это мужские ботинки. Они просто были последние в 39 размере. И у них была цена такая приятная. 220 евро. Сейчас, секунду, одной рукой неудобно. Вот такие ботинки Gucci. Конечно же, я их уже мерила. Размер 5,5. На пяточке тоже написано Gucci. Кстати, это действующая коллекция. Такие ботинки на сайте стоят 890 евро в данный момент. Так как в аутлете это были последние. Я их купила 220. Были еще белые. Я почему на них обратила внимание? Белый мерил молодой человек. Но там были 46 и 47 размер. А вот черные были только в 39. Я Максиму говорю, Максиму, мне нравится. Но не знаю, мужские. А Максима мне говорит, ну ладно, были бы они там, если бы это мужчина носил женскую обувь, было бы смешно. А так как это, ну, женщина, мужские, может себе позволить. Тем более, сейчас такая мода. Как говорится, грани стираются. Вот такие вот челси. Пакетик. Бумажечка, бумажечка. Еще раз одна сумочка. Ну, это от одного ботинка и от другого ботинка. Красивая такая коробочка. Нарядная. Двигаемся дальше. Еще раз повторюсь, хотела купить себе сумку. Но я ехала за маленькой элегантной сумочкой Гуччи. Я даже знала, какую хотела приблизительно. К сожалению, таких не было. Были или розовые, или коллаборация Adidas с Гуччи. Или очень дорогие сумки. Мне понравился там один заквояж, но он стоил 2,5 тысячи. Это дорого. Конечно, я такой себе пока позволить не могу. И в тот момент, когда мы выбирали мне ботинки, обувь, сапоги, я эту сумку не видела. Потом, когда мы уже пришли под конец, я говорю, ладно, Мася, мы пошли. Я говорю, уже обошли весь аутлет. Я говорю, пошли заберем ботинки и поедем домой. Я захожу в магазин и вижу, женщина смотрит эту сумку. Повторюсь, я не собиралась покупать именно такую сумку. Но, тем не менее, я купила. Масима говорит, да ладно, уже бери, если тебе нравится. Она на все случаи жизни. Вот такая вот галя-воська. Рабочая сумка. Обошлась на 540 евро. Достаточно внушительных размеров. Как видите, я уже после того, как купила всего, сразу туда накидала. И конфетки. Тут есть номерочек, все как полагается. Я уже пробила. Ну, пробила, я его в магазине покупала. Ну, просто знаете, как интересно высветится, не высветится. Все высветилось. И знаете, женщина смотрела сумку точно такую же. Только вот видите, как она немножко проседает. Более просевшая. И я сначала подумала, сумки разные. А продавец говорит, нет, они не разные. Просто женщине нравится уже сумка с витрины. Постоявшая и уже такая немножко потерявшая форма. Я говорю, нет, мне давайте новую. Ну, буквально вот во дня ей. И она все равно немножко оседает. Ну, это нормально. Она из ткани. Это кожа. Это все кожа. Я спросила даже по деревенскому своей привычке. Это кожа? Они сказали, да, кожа. Здесь, к сожалению, нет общего замка. Видите, она так не закрывается. Она все время в открытом состоянии. Сейчас я вот еще отклею. Я, конечно, долго думала, сомневалась, брать, не брать. Максима говорит, давай, думай. И еще что, берем. Он говорит, почему ты так долго думаешь? Тебе не нравится? Я говорю, нет, мне нравится. Просто я не рассчитывала именно на такую сумку. И, знаете, когда покупка достаточно приличная стоит, ну, для меня это немало денег, мне нужно обязательно разобраться, с чем носить, как носить, куда носить, нужна ли она мне, практичная ли эта сумка. Ну, в общем-то, купили. Я довольна, мне нравится. Конечно же, я буду ее носить. Сейчас покажу, что мы купили для Масима. Конечно же, я не могла обойти стороной своего мужа. Мы тоже купили ему кое-что. Носки. Носки, носки. Вот такие три пары носок Армани. И стоит 13 евро. Ну, и мужу, конечно, не обидно. На этом все. Всем удачи, хорошего настроения. До новых встреч. Пока. Пока.